Здравствуйте, мои зрители. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и расчет воздухоохладителей для холодильных камер кондитерского производства. В охлаждающие устройства и холодильные камеры подается воздух, забираемый с улицы. В зимнее время года холодный воздух смешивают с теплым воздухом цеха перед его подачей в охлаждающие шкафы и получают воздух нужной температуры. Поэтому зимой фабрики выпускают максимальное количество продукции. Летом наружный воздух имеет высокую температуру и плохо охлаждает изделие. Время охлаждения удлиняется, в результате чего снижается производительность фабрик. Это является существенным недостатком охлаждающих устройств и холодильных камер на всех кондитерских фабриках. Искусственно воздух охлаждают в воздухоохладителях. Они бывают сухие и мокрые. В сухих воздухоохладителях охлаждаемый воздух соприкасается с гладкими или ребристыми трубками, по которым циркулирует рассол из холодильной установки. В мокрых воздухоохладителях воздух соприкасается с холодной водой. Охлаждение воздуха рассолом, поступающим из холодильной установки, показано на схеме. Вентилятором 2 через задвижку 6 воздух нагнетается в сухой воздухоохладитель 3. В нем имеются секции из ребристых трубок 5, по которым течет рассол с температурой от минус 3 до минус 5 градусов Цельсия. Рассол поступает из холодильной установки через вентиль 4. Скорость воздуха омывающего трубки 5,5 метра в секунду. Охлажденный воздух поступает в распределительный короб 11 шкафа и воздуховод 10 с соплом на конце. По воздуховоду 13 отработанный воздух направляется в осадительную камеру 14. В ней скорость воздуха уменьшается до 1,5-2 метров в секунду, в результате чего на дно камеры осаждается карамельная пыль. Очищенный воздух через задвижку 8 засасывается в вентилятор 2. Температура воздуха регулируется с помощью вентиля 4. Относительная влажность воздуха регулируется изменением пропорции, в которой смешивается холодный и теплый воздух, то есть большим или меньшим открытием шибера 7 на обводной линии, байпасе, и шибера 6. Подача охлажденного воздуха на верхний и нижний ярусы транспортера регулируется шиберами 12 и 9. Зимой воздух снаружи забирается вентилятором 2 через специальное заборное устройство 1 с фильтром и нагнетается через открытый шибер 7 в шкаф. Отработанный воздух проходит через камеру 14, шибер 15 и выбрасывается вентилятором 16. Воздух охлаждающей карамельки быстро засоряется, обогащается сахарной пылью и это приводит к засорению воздуховодов. С целью устранения этого недостатка был разработан мокрый воздухоохладитель для охлаждающих шкафов для карамели. Конструкция его показана на схеме. Из шкафа воздух с карамельной пылью и крошками поступает в фильтр 26 грубой очистки с перегородками 25 и в нем оседают крупные карамельные крошки. Затем воздух проходит через фильтр 24 тонкой очистки. Он представляет собой ряд параллельных вертикальных листов с отверстиями. Сверху листы смачиваются водой, поступающей по трубе 7. Стекающая вода собирается в поддон 22, а очищенный воздух поступает в камеру охлаждения с форсуночными трубками 23. Разбрызгиваемая форсунками вода соприкасается с воздухом, охлаждается и увлажняет его. После охлаждения воздух освобождается от капель воды в капле уловители 8. Относительная влажность воздуха по выходе из капли уловителя 100%. Для охлаждения карамели необходим воздух с относительной влажностью не выше 93%. Относительная влажность воздуха уменьшается при нагреве его в калорифере 9. Охлажденный воздух с необходимой влажностью вентилятором 11 нагнетается в воздуховод 16. Вентилятор вращается от электродвигателя 12, который установлен на резиновых прокладках 15. Воздуховод 16 разветвляется. По воздуховоду 4 с заслонкой 3 воздух поступает в охлаждающий шкаф 1, а по воздуховоду 10 с заслонкой 5 в короб 2 узкого охлаждающего транспортера 6 для карамели. Вода после охлаждения воздуха стекает через решетку 21 на трубке 19, испарителя фреоновой компрессионной установки 14, со щитом управления 13. Собирается вода в поддон 20 с фильтром 18. Воздухоохладитель устанавливается на звукоизоляционные подкладки 17. При отсутствии фреоновой холодильной установки такой воздухоохладитель может работать на артезианской воде. Расчет воздухоохладителей. На основании расчета холодильной камеры или охлаждающего устройства бывает известно потребное количество воздуха В-большое и необходимая его температура ТК. Расчет сухого воздуха охладителя сводится к определению размеров теплопередающей поверхности, которая обеспечивает при известных параметрах рассола охлаждение нужного количества наружного воздуха до температуры ТП. Расчетная температура наружного воздуха может быть определена по нормам проектирования промышленных предприятий для Москвы и городов, расположенных в средней полосе России в районе между 48 и 60 параллелью северной широты между 30 и 90 градусом восточной долготы средняя температура воздуха 28,5 градусов Цельсия Фи 40% энтальпия И-большое 54 на 10 в 3 джоуль на килограмм ИД-малая 9,9 граммов в килограмме Расчет воздухоохладителя удобнее производить по диаграмме ИД. Или, как ее еще называют, диаграмме Рамзина. Процесс охлаждения воздуха на диаграмме ИД представлен на графике. Начальное состояние воздуха характеризуется точкой 1, а конечное точкой 2. Эта точка находится на прямой, соединяющей точку 1 начального состояния с точкой 3, лежащей на пограничной кривой и определяемой температурой ТС стенки. Положение точки 2 на прямой 1,3 находится по температуре ТК. Этой температуре соответствует энтальпия воздуха ИК. Тогда необходимая поверхность орибренных труб воздухоохладителя Ф рассчитывается по формуле. Вместо αR подставляют αV, коэффициент сухого теплоперехода между воздухом и гладкой трубой. При гладких трубках αR равно αV, а F есть поверхность труб FT. Орибренные трубы имеют среднюю температуру, тем меньшую, чем выше ребра, поэтому αR рассчитывается по формуле. Целесообразно высоту ребра брать не выше 20 мм. При этой высоте αR приближенно равно αV. Приближенно условный коэффициент увеличения теплоотдачи можно рассчитать по формуле. Масса охлаждаемого воздуха в килограммах в час берется из расчета холодильной камеры или по практическим данным. Например, рекомендуется подавать 20 кубометров воздуха на 1 кг шоколада. Также указывается, что для кристаллизации охлаждения шоколада теоретически требуется от 10 до 15 кг воздуха на 1 кг шоколада. Для карамели данные другие. 8 кубометров на килограмм при охлаждении до 45 градусов Цельсия. При подборе вентилятора необходимо знать средний коэффициент сопротивления на один ряд труб. Его можно определять по намограмме. В холодное время года используют для охлаждения шоколада наружный воздух в смеси с отработанным. Техническая характеристика воздухоохладителей представлена на экране. В этом видео мы рассмотрели с вами техническую характеристику устройства, принцип действия и расчет воздухоохладителей для охлаждающих шкафов и холодильных камер кондитерского производства. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.